Бобруйский район, деревня Мочулки. В доме номер 13 многолюдно. На кухне топится русская печь. Неподалёку 72-летняя хозяйка готовит ингредиенты для фирменного блюда. Для Аллы Ткач вроде бы всё как обычно, кроме съёмки. Её мастер-класс становится частью культурной экспедиции. Каждый этап приготовления запечатляют камеры. Хлеб научилась пекать. Крова людям пекла. Там и в Михалёве, сама родом из Михалёва. А я сюда по здоровью приехала. Ну и вот теперь я тоже занимаюсь хлебом. И так вот я и пеку хлеб. Кто попросит, я и пеку. Но всем нравится. Для выпечки с домного хлеба жительницы района используют муку, сахар, воду и подсолнечное масло. В рецепте нет ни молока, ни кефира, ни дрожжей. Сначала Алла Сергеевна делает закваску. Затем тесто накрывает мокрой тканью. Говорит, чтобы не высохло. Буквально час оно поднимается. Тогда можно раскладывать по формам. Выливаем масочку, патрошки. Кулинарные экспедиции по стране и государствам ближнего зарубежья, где живут наши соотечественники, не новинка. Эксперт белорусской и славянской кухни Елена Микульчик собирает информацию об уникальных блюдах уже на протяжении 10 лет. Героями визитов шеф-повара становятся хранители тех самых старинных рецептов. Запах свежей стобы Алле Сергеевне знаком еще с детства. По такой же схеме хлеб выпекала ее мама. Я выступаю экспертом от Академии наук для получения статуса нематериального наследия. Это касается рецептов и блюд кулинарных традиций белорусов. И вот сюда я приехала, чтобы познакомиться с Аллой Сергеевной, потому что я получила информацию, что она обладает интересными рецептами. Кое-что мы уже попробовали. Это действительно так. Такая экспедиция, говорят эксперты, словно машина времени. Ведь где, как не здесь, пока поднимается тесто, попробуют настоящие деревенские блины, обжаренные на сале. Слюнки текут от одного лишь вида, не говоря уже о вкусе румяных лепешек. Впрочем, выпечку Аллы Ткач обожает вся деревня. В протяжении трех лет уже Алла Сергеевна у нас участвует в различных конкурсах. И мы представляем ее на Глушанском хуторке. Это у нас районный конкурс народного творчества. Также на дожинках, зажинках она тоже выпекает хлеб и показывает людям как бы всего Бобруйского района. У русской печи наша героиня еще с 14. К любви к кулинарии ее подтолкнула большая семья. Кроме хлеба и булочек, жительница деревни Мочулки выпекает караваи. Их уникальность в форме, вместо круглой – квадратная. Возможно, какой-то из рецептов Аллы Ткач в скором времени получит статус нематериального культурного наследия.